Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентр СНГ начинает свою программу. Сегодня пятница, 27 число, месяц январь, ну и последняя пятница в этом месяце и как всегда в этот час 8.30 утра в городе Чикаго, 9.30 утра в Нью-Йорк, Вашингтон, 6.30 в Калифорнии, это Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Мы начинаем свою программу, у нас на связи Москва, Елена Порецкая, экстрасенс, парапсихолог, гадалка, ясновидящая, медиум, ну и как всегда мы поговорим о таких паранормальных явлениях. Ну вот такая тема. Влияние на судьбу человека каких-то, скажем так, названий улиц, имен, фамилий. Ну и есть такой момент очень интересный, который ко мне обращается, к нумерологу. Вот, Майкл, скажите, а что это означает, если я вижу постоянно, смотрю на часы и вижу 11 часов 11 минут, или 22 часа 22 минуты, или вот я взгляну и вижу каждый раз какую-то круглую цифру, скажем, половина первого, там, 3 часа и так далее, и так далее, и так далее. Давайте мы вот об этом поговорим, Елена. Во-первых, здравствуйте. Привет, Майкл, привет, Чикаго, привет, Америка. Да. Привет, Россия, привет, весь мир. Привет всем, кто нас слушает, а слушают интернет-портал радиоцентра Сангейтс, довольно многие люди. Более того, все программы у нас записываются, они выставляются в YouTube, а потом идут в Facebook, даже в ВКонтакт их у нас уже довольно много людей смотрят. Ну, и мы очень рады о том, что люди реагируют, оставляют свои замечания, и можно, в общем-то, позвонить, и даже прямой эфир, это по скайпу Сангейтс 1-08, телефон 1-8-4-7-226-9956, или просто оставьте свои замечания, предложения у нас в YouTube, ну, или кто хочет пообщаться с Еленой, пожалуйста, звоните, так сказать, напрямую. Хорошо, Лен, давай, значит, поехали. Тогда вот, что вот все это означает? Ну, не только улицы, имена, фамилии, там, города. Ну, первично-первично в человеческой цивилизационном, так сказать, масштабе, если взять любое имя человека, это название предметного тела, рожденного, допустим, в той или иной реинкарнации, да, то есть мы как бы рождаемся, родители нам дают имена, и, по сути, как бы, как сказал мой учитель в свое время, это имя тела, да, то есть если, допустим, человек себя может переименовать, когда он созреет, то у него судьба повернется уже по другому пути, то есть мало того, как корабль назовешь, так он и поплывет, какую логику несет имя, так человек и будет развиваться, и, соответственно, так же точно, как думают родители через имя человека, которого они назвали, да, как-то, как ребенка своего, так он тоже может развиваться. Опять же, имена имеют определенную эгрегорность, суть, то есть, допустим, все мы знаем, люди, носящие одинаковые имена, они немножко в своей сути похожи, да, немножко идет отпечаток общего такого значения, прохождение даже в судьбах бывает у многих одинаково, а если еще гороскопные соединения похожи там где-то рядом по знакам, то вообще, как бы, люди бывают даже стереотипно друг к другу, очень, ну, как братья, может быть, какие-то вот такие, или сестры, то есть в любом случае, если, допустим, у человека есть имя определенное и фамилия отчества, или он живет на определенной улице, опять же, то, мало того, название улицы может влиять на его путь продвижения, потому что каждое название имеет свою логику, да, допустим, давайте возьмем российские названия, да, там, как бы в Америке я не очень знаю, как улица называется, ну, вот я приведу пример, допустим, улица Карла Маркса, да, всем нам известный человек. Во всяком случае, 3-й улицы строителей у нас нет. Да, у вас нет 3-й улицы строителей, у нас очень много улиц проспектов Ленина, улиц Ленина. До сих пор. Да, до сих пор улица Карла Маркса, вот у меня офис на этой улице, и скажу сразу, что, что значит улица Карла Маркса, это человек Карл Маркс, мы все его знаем, это хороший экономист, который, по сути, по его библии, капитал, можно так сказать, в советское время был построен Советский Союз, да, как бы социализм. То есть, здесь, опять же, логика самого автора, да, этого капитала, его действий на уровне Игрегора, что он дал народу людям, все это несет как название улицы Карла Маркса. То есть, по сути, это движение, да, движение того или иного развития для тех людей, кто есть там. Но, опять же, оно может быть и минусовое, смотря какая еще кармическая предопределенность у каждого проживающего или работающего на этой улице. То есть, здесь нужно смотреть. Допустим, бывает улица, названная именами великих людей. Обязательно посмотрите, как, извините, жили и закончили эти люди. То есть, допустим, я бы не хотела жить на улице Аркадия Гайдара, да, потому что, ну, это человек-беспредельщик, да, будем так называть, потому что, ну, мы не будем говорить, что делали люди в гражданскую войну с красной и с белой стороны, понимаешь, да. Вот, поэтому здесь обязательно надо смотреть, что несет та или иная улица. Бывает, что человек попадает на улицу кармически. Где-то у него зарифмовалось, допустим, где-то он жил, я не знаю, снимал дом на улице Карла Маркса, или на улице Вавилова, или на улице Дзержинского, я не знаю, или, ну, не на Лубянке, но... Да, вот интересно, а те, кто живут там... Ох, у них ужасно. Лен, у меня по ходу, по ходу, прости, вопрос. Ну, вот люди живут и живут, я тоже жил на улице, там, Островского, допустим, в Минске. Ну, или там Немига, Немига, Кровавые берега, мы знаем. Так это, ну, какой-то негативный, допустим, имени названо, негативный человек. Вот ты говоришь Островский, ну, в смысле не Островский, а Гайдар. Ну, хорошо, но не могут все сейчас в одночасье, послушав нашу передачу, уехать оттуда. Нет, абсолютно, здесь у каждого по-своему протекает период жизни на этих улицах. У кого-то, у кого-то это идет как развитие, кстати, как ни странно. И в плюсовую сторону человек достаточно может быть положительным, кстати, да, не всегда отрицательным. А у кого-то это может дать минус. Я сейчас, опять же, возвращаюсь к тем, кому некомфортно с каким-то именем жить на какой-то улице, да, быть еще привязан к какому-то городу, да. Бывает, вот, прямо скажем, есть такие названия сел, прямо скажем, они неблагозвучны. Мы сейчас не будем назвать их, вот, но люди живут так, и они несут логику этого неблагозвучного названия. У нас вот в России недавно, не буду называть село, но на уровне администрации жители сами собрали петицию, чтобы поменять название села на более благозвучное, да. Хотя, как рождение, где они родились, так и будет это называться вот этим словом, ну, таким странным. У меня вопрос, прости, что прерываю, но, тем не менее, допустим, кто-то, вот ты говоришь, кто-то живет нормально, а на кого-то налагается какое-то название улицы, на которой живут, на всю жизнь, налагается какой-то отпечаток как-то. А как это определить? На кого что? А если человек там живет всю жизнь, можно сказать, ну, так что делать тогда? Ну, опять же... Мы сейчас говорим о теории, а мне хотелось бы более практический... Нет, нет, более практично нужно посмотреть, прежде всего, каждому живущему на своей улице, там, нужно проанализировать, прежде всего, свою жизнь на этой улице, да. Вот, ну, не секрет, бывает, что люди переезжают с места на место, да, и в советские времена было, и в российские, и у вас там это вообще очень принято, да, где работа, там человек и живет. Сейчас у нас тоже к этому приходит, но, опять же, нужно всегда проанализировать, на каком месте все-таки было комфортнее. Я уж молчу про то, что дома сами могут нести нумерологическое значение, да, и плюс еще, извините, эти дома могут стоять на святых местах, то есть это может быть зона кладбища, которая вообще давно была разрушена, и астрально там ходят умершие, то есть и такое бывает, да. Да, поэтому в какой-то степени здесь... Когда Петербург весь построен, например, в болоте, тогда чего? Ну, он построен на болоте, это не кладбище все-таки, знаешь, кладбище, это когда была зона, где были покородины усопшие, да, ты знаешь. Ну, тем не менее, мы сейчас не говорим про те места, которые находятся, где-то были кладбище. Майкл, я договорю. И суть в чем, суть в чем, что, допустим, человек должен проанализировать, допустим, вот ему на улице, я не знаю, Ленина было более комфортнее, чем на улице, я не знаю, Дзержинского, да, или на улице 8 марта, да. Классная улица. Это с тем домом, в котором человек жил, посчитать нумерологически, кстати, да, совместимость цифр, там, к нему или к ней. И здесь уже надо просто действительно сделать такую схему для себя любимого, это вполне взрослые люди могут для себя составить, даже подростки этим интересуются, да. И уже просто посмотреть, а может быть действительно поменять место жительства, или поменять что-то, как имя себе, да, там, или наоборот у человека все гармонично, ну, просто вот идет как такая заболоченность. Вот у нас город электросталь, электрическая сталь, ну, я тебе скажу, тут электрической сталью мало пахнет, тут просто идет состояние некого такого болотца, тяжести, то есть наэлектризованности какой-то. Плюс город стоит на болотах, представляешь, тут болота были, раньше это было затишье, то есть логика электростали исходит из названия затишье, поэтому тут, что не происходит, все затихает, понимаешь, я уж молчу, что по Владимирскому тракту кабальных гнали, и тут в болотах зависали эти люди и селились, да, то есть представляешь, какой менталитет был генетически, да, там, и колдуны, и кабальники, и чего только не было. Поэтому здесь нужно просто посмотреть с практической точки зрения, какие плюсы были на том рабочем месте, допустим, когда он жил, работал на улице такой-то, какие минусы там. То есть, опять же, можно, с практической точки зрения, нужно тогда почитать историю улицы, то есть человек, кто это, человек или праздник, там, 8 марта, да, или в честь какого-то события, да. И тогда уже, тогда уже с размер на этому вытащить полезную позицию, плюсовую позицию развития этого человека или так далее, да, и уже по этой плюсовой позиции развиваться, самому стараться. Но это более осознанный подход. Кто-то просто переезжает, потому что бывает, что что-то не пошло, вот, потому что сам, допустим, человек, которому названа улица, сам по себе был тяжеловат. И все, это накладывает отпечаток на проживание многих в квартирах, в домах по этой улице. Но люди могут не осознавать это. По сути, они даже не привязывают свою судьбу и не анализируют относительно имен, названий городов, названий улиц, домов там, понимаешь. Да, ну, давай мы сейчас сделаем так. Дорогие друзья, это я обращаюсь к нашим радиослушателям, те, которые слушают сейчас, которые будут слушать нас в записи. Ну, понятно. Вот, допустим, Лен, ты говоришь о том, что надо проанализировать, как было там, как здесь. Но дело в том, что это не какая-то вещь, которую мы покупаем, и это не означает, что мы где-то там переезжаем. Каждый месяц мы можем переезжать или даже каждый год. Человек, который меняет место жительства, он меняет надолго. Даже в Средневенных Штатах, как бы не было, но средняя продолжительность проживания может быть колебаться. Там значительно меньше, не более 10 лет, а то и меньше примерно. Но мы сейчас давай, может быть, поговорим о той информации, которая может быть полезна людям, те, которые переезжают. Вот, к примеру, дорогие друзья, мы хотим куда-то переехать. И мы выбрали себе дом, мы выбрали себе квартиру в зависимости от того, где кто живет и какие возможности у нее есть переехать. И вот мы тогда можем каким-то образом, первое, проанализировать, во-первых, как название этой улицы. Благоприятно ли название этой улицы? Ну, могу сказать, как нумеролог, в общем-то, в этом есть и очень большой смысл. Потому что вибрация, ну, к примеру, номер дома, правильно? Значит, номер квартиры. Это все имеет значение. Во-первых, номер дома несет нагрузку свою, главную. А второстепенно нагрузку несет номер квартиры, который находится в этом доме. Следующий момент – это название улицы. То есть, каждая буква – это каждая цифра. То есть, суммарный набор вот этих вот цифр тоже имеет эту нагрузку. Вот это все можно проанализировать. Почему? Потому что мы об этом, к сожалению, очень немного знаем. И когда мы сделаем какой-то шаг, допустим, куда-то переезжаем, мы чувствуем себя некомфортно, не только в плане даже того, что там какая-то негативная энергия, о чем мы, кстати, с Еленой говорили о том, что, ну, особенно если это старый дом или старая квартира, или там какие-то люди проживали, там могут оставаться их энергия, их кармическая какая-то энергия. И она не всегда может быть положительная, позитивная. А вот именно название дома, номер квартиры, номер дома, ну, вот это тоже имеет значение. Поэтому, если вас это интересует каким-то образом, дорогие друзья, можете обратиться, те, кто проживает на территории, скажем, России, в Украине, можете обратиться к Елене напрямую. Тут понятно, как ее найти. А те, кто находится здесь, пожалуйста, это Сангейтс 108, это на скайп, это телефон, повторю еще раз, 1847-226-9956. А также вы просто можете сделать свой комментарий или задать свой вопрос, ну, и попробуем на него ответить. К тому, что ты сказал насчет переезда. Здесь очень важен факт еще ощущений. Вот, допустим, помимо всех вот этих вышеперечисленных тобой мной принципов, нужно еще прежде всего посмотреть, что за место, что окружает ваш дом или квартиру, какие соседи обязательно, да, то есть, почему, допустим, если вы покупаете жилье, почему съезжают эти хозяева, да. И еще один фактор, немаловажное ощущение, то есть, вы заходите в дом или в квартиру, то вы должны понимать, примет вас жилье или нет, потому что, если домовой, будем так говорить, этого пространства вас не примет или нет, ну, или там еще потусторонний, не дай бог, то, соответственно, вам там будет не сладко жить, а все может поломаться, порушиться. Поэтому здесь принцип, опять же, своих предчувствий и ощущений, что вы чувствуете, будет хорошо вам или плохо, там, как комфортно вам в этом помещении или нет. И таким образом вы все-таки, опять же, ну, во-первых, откроете путь своей интуиции к себе, да, а во-вторых, вы все-таки будете понимать, какие последствия будут от того, что если вам вдруг не понравилось, а вы поселились там, и потом все равно это вылезет, и вы будете корить себя и говорить, вот я думал, что не надо, вот я почему-то там стал жить, здесь вот нужно обязательно все-таки все во взаимосвязи иметь в виду по вот этим всем параметрам, что мы говорили выше. Ну, хорошо, хорошо, все правильно, да, все понятно.